Члены правительства Югры станут наставниками для детей-сирот. В Фантамансийске прошли мероприятие по реализации программы краткосрочного наставничества. Она поможет социально-образовательной адаптации и развитию детей-сирот. Все подробности в сюжете Миланы Поварницыной. Очень важно, коллеги, что здесь тьютер и наставник могут предварительно подготовиться, привлекать дополнительные материалы. Это же кино, художественную литературу, тут очень хорошо работает. Это занятие не совсем обычное. Вместо педагогов – советчики, а в роли учеников – взрослые люди. Но им предстоит многому научиться, чтобы стать наставниками для детей-сирот. К примеру, Татьяна Туркулайнен имеет два образования и двоих собственных детей. Но быть старшим товарищем и наставником ей только предстоит. Очень хорошая была установка, что мы прежде всего должны видеть этого ребенка не по каким-то характеристикам. То есть заранее нам представили, вот он такой ребенок, такой ребенок нет. Мы как будто первый раз увидели этого ребенка, и мы его совершенно не знаем. Вот какое у тебя восприятие, и как бы сам себе ты выстраиваешь взаимоотношения с этим ребенком. Вместе собрались педагоги и общественники, представители Межрегиональной тьютерской ассоциации. Они помогают подготовить кандидатов. Краткосрочное наставничество – это программа, над которой начали работать еще в январе. А инициатором реализации выступила губернатор Югры Наталья Комарова. По сути, это организация взаимодействия ребенка с волонтером, который помогает ему социализироваться, выбрать свой путь. В роли наставников выступают успешные и известные люди. Изъявили желание быть наставниками не только сама лично Наталья Владимировна Комарова, но и заместители губернатора, руководители департаментов, руководители крупных фондов, руководители Югорского государственного университета, государственные гражданские служащие. В качестве подопечных – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей Центра помощи «Радуга», а еще выпускники этого учреждения, которые начинают самостоятельную жизнь. Всего 14 югорчан. Очень важно, чтобы на этом пути их сопровождали не только специалисты детского дома, но и специалисты из профессионального сообщества, состоявшиеся успешные люди, которые готовы делиться опытом и готовы помогать подростку, молодому человеку в поиске его жизненного пути. Наличие такого наставника – это очень замечательно. Особенно наставника, который обладает огромным жизненным опытом, карьерным опытом и много что при общении может дать ребенку, они это прекрасно понимают и ждут. Кроме того, на протяжении всей программы пару наставника и ребенка будут сопровождать тьютеры – психологи. Они уже прошли обучение в Москве. Мы будем взаимодействовать с наставниками, то есть разрабатывать методические материалы, сопровождать их, назначать встречи наставников и детей, чтобы у них шла продуктивная работа. К слову, программа наставничества запускается еще в нескольких регионах, но Югра первая организовала семинар для наставников на своей территории. Наставники, проходя вот такой однодневный семинар, могут примерить для себя эту программу, понять не только, как она концептуально устроена технологически, но и принять все-таки личные решения. Участвуют они? Если участвуют, почему им это важно? Что именно они могут привнести в эту программу, будучи вот такой сильной, известной личностью? В рамках мероприятия подписали соглашение о сотрудничестве между координатором проекта, департаментом соцразвития и межрегиональной тьютерской ассоциацией. Первое знакомство детей и наставников состоится 27 мая, а в конце года участники подведут итоги совместной работы. Милана Поварницына, Флюр Загиров, телекомпания Югра, Ханты-Массийск.